Продолжение следует... Парантео вот такую вот штуку показывает, говорит, ооо, самая секретная карта нациистов, вот, кстати, оригинал, вот она откуда пошла. Так получилось, что я с этими документами 6 лет назад работал, сейчас вот стало можно рассказывать, слава богу, подписки кончатся, вот, в общем, это наша команда вот это все безобразие в свое время в интернет выкидывала. И мы сейчас об этом поговорим. Что это за безобразие? Может, даже видели в интернете какую-то такая вот синяя тетрадочка с записью приказов руководителей Рейха, инструкция, как набирать в экспедицию ту самую полую землю. Вот она как раз тетрадечка, там некоторые товарищи сзади улыбаются, потому что некоторые товарищи буквально вот уже скоро выходит книга, да, с Николаем Николаевичем совместно. Ну, об этом сейчас поговорим. Заинтересовались, да? Ну, молодцы. Сейчас найдем. Так, 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 называется папка полая земля. Вот она. Тема на самом деле сложная, потому что вокруг нее очень много сейчас уже и мифов, и слухов, и всяких передергиваний непонятных. И в интернете, и на телевидении все говорят, что вот, якобы у нас земля полая, якобы немцы туда попали, что-то там нашли. Давайте с вами попробуем разобраться. Так, буквально за 10 минут, куда же на самом деле могли плавать немцы. Немножко так в историю окунемся. 1939 год. Нацистская Германия собирает очень крупную полярную экспедицию. Несколько кораблей, два гидросамолета, порядка 5000 человек на борту. То есть нормальная, хорошая, двухгодичная экспедиция, сдача которой следовать материковые и ледниковые шельфы. А в районе так называемой земли королевы Мод. Вот тут как раз на фотографии хорошо видно, вот тут один из гидросамолетов, который налетал несколько тысяч часов, сделал несколько десятков тысяч снимков, разбросал порядка тысячи флажочков с нацистской свастикой. То есть не таким образом, а землю пометили, что якобы это их территория. Вот как раз он взлетает, гидросамолет, причем запускали его интересно, знаете, как из рогатки. То есть там такая пружинная катапульта была, потом он уже садился, его обратно поднимали. Вот собственно куда плавали немцы в 1939 году. Вот это вот красненьким обозначена та зона, которую они исследовали. Научным языком называют земля королевы Мод. Я вам потом на карте покажу, где находится. К сожалению, не успела с собой сегодня захватить. Мне коллеги из Германии буквально пару дней назад прислали совершеннейший раритет. Книга 1940 года, там порядка 300 страниц полностью в описании всей вот этой научной экспедиции. С цветными фотографиями, с научными данными, с эхосканированием, с локциями, с прочими вещами. Книга на немецком, сейчас вот просто сижу перевожу, так как немецкий не знаю, поэтому так. Гугль-транслейтором потихоньку так копаю. Но очень интересно. Давайте немножко вернемся в историю. Почему все-таки немцы захотели туда поплыть? Что это вдруг произошло, что такая мощная экспедиция, очень дорогая, надо понимать. А корни этой экспедиции уходят в Тибет. Тоже историю, наверное, это слышали. Это знаменитая экспедиция Энштата Шефера. Примерно 30... Ну какой примерно? 37-й год. То есть немцы, немецкое общество ННР бы решило именно в Тибете искать следы своих вот этих арийских корней, о которых тоже сейчас очень много говорят. 37-й год, экспедиция в Тибет, этнография, исследования, сбор мифологической информации. Но там была еще некоторая интересная часть исследований, о которых, скажем так, не то что не говорят, а ставится на подсовнение. О том, что якобы немцы, помимо прочей информации, сумели договориться с верховными регентами Тибета и получили некую информацию о прошлом, будущем и настоящем. И якобы вот именно эта информация о том, где на самом деле находится знаменитая гора Меру, где находится центр древних цивилизаций и легла в основу их экспедиции. Ну, кстати, красота Энн Шефер, кстати, который очень действительно известный исследователь, скалолаз. Именно он стал, кстати, персонажем в фильме «Девять лет в Тибете» кто смотрел. Вот как раз он там показан. Что же немцы там на самом деле нашли? Информация, насколько я понимаю, до сих пор еще находится под грифами. Косвенно можно понять. Вот из этого забавного документа, ну, вам его тут видно, если будет интересно, потом там ознакомиться. Это докладная некого академика Савельева, который в 1939 году побывал по приглашению, а тогда еще СССР и Германия имели и научные нормальные отношения, и технологические и прочие. И пригласили его на научную конференцию, как раз посвященную результатам экспедиции в Тибет в том числе. И вот в этой докладной записке товарищам из НКВД на четырех страничках он объясняет, что немцы, кроме того, что они там занимались этнографией, они действительно были допущены в некие хранилища древних знаний и получили крайне интересную информацию об городе богов, об оружии богов и вообще, как на самом деле развивалась наша история. И привезли оттуда вот такую забавную пентаграмму, я же не знаю, как назвать, пентаграмма, схема, которую принято называть схемой полой земли. Но на самом деле вот тут вот последние пару месяцев, копаясь с этой информацией, начинаешь понимать, что тибетцы-то ребята были тоже не глупые, и на самом деле вообще это не схема полой земли даже, это нечто другое. Мы с вами, наверное, потом это поймем. То есть к полой земле эта схема вообще никакого отношения, как оказалось, не имеет. Это вот уже немцы, были такие тетрадочки, оккультное общество ННРБ, которое на самом деле состояло примерно из 30 институтов. И вот они уже, грубо говоря, с тибетского перевели на немецкий, обозначили вот эти все вот непонятные символы и иероглифы. Якобы, да, действительно, это вот мантия, северный и южный полюс, некие входы, внутри якобы какое-то солнце. Но это немножко не так. Это уже русский вариант. То есть когда наши доблестные разведчики из НКВД часть информации смогли у товарищей немцев похитить, это уже вот русский перевод, сделанный специалистами из НКВД. В 1945 году вся эта история возникла, а возникла она каким образом? Когда наши доблестные войска брали Берлин, в штабе командования немецким флотом были найдены крайне интересные документы. Вот, кстати, в том числе вот эти вот лоции, вот эти непонятные тетради. Ну и здесь начали наши специалисты по разведке разбираться, с чего же это им за лоции такие в руки попали. Потому что явно лоция написана для командиров подводных лоток, строго секретно, какие-то непонятные карты. И оказалось, после анализа документов, что якобы немцы в Антарктиге пытаются сделать какую-то базу. Причем не просто базу сделать, а докопались они до каких-то древних знаний. А так как у нас в НКВД данным вопросом с 20-х годов занимались не менее плотно, чем в ННРБ, естественно, командованию было принято решение разобраться с этим вопросом и попытаться понять, что же там немцы нашли. Соответственно, вот тут забавный следующий документ. При этом направляю секретную тетрадь с текстами законспектированных приказов Верховного Глокомандующего вооруженными силами Гитлера, ТТТ, с промерами морских глубин, с тетрадями конспектов и о том, как нужно снаряжать экспедицию в Тибет. Фу, не в Тибет, а в Антарктиду. Да, вот тут как раз все это расписано. Тетрадочка 40-го года. В тетрадке прилагались две фотографии, на которых как раз изображены те ответственные верфи Рейха, которые отвечают непосредственно за подготовку всех мероприятий, связанных с Антарктидой. И вот что самое ценное, вот сзади вот есть фамилии. То есть при желании с этими документами можно дальше работать. Потому что когда есть фамилии, соответственно, можно по каждому из этих фигурантов размотать целую историю. Интересно. И вот далее примечательный документ. Я, наверное, его сегодня впервые показываю. В интернете его никогда не было. Так что сегодня у нас с вами премьера. Это приказ о необходимости снаряжения экспедиции, состоящей из трех подводных лодок, как раз именно вот в то место, где немцы пытались вот эту базу организовать. Это осень 45-го года. Дальше показывать пока не буду, иначе придется со всех вас подписку брать, соответственно. Но, по крайней мере, знаете, что такая экспедиция тоже была. О ней пока мало кто говорит. То, что Бёрту доплавал, это вообще уже неинтересно. Бёрту доплавал спустя три года. И там и наши были? А наши там были намного раньше. Кстати, на том месте, где немцы пытались построить базу, потом наши сделали, как вы знаете, какую базу, как называется? Новолазаревская, да. Вот теперь опять возвращаемся к экспедиции немцев. Где же они проводили исследование? Так, мышка где? Непосредственно работа не вот с этой областью. Вот это как раз область земли Королевы Мотка. Вот эти вот красные точечки, это более ранние исследования Антарктиды. Вот, например, вот эта вот красная точечка, очень примечательная, Фильшнер. Известный полярный исследователь в 12-14 году 20 века высадился на берег Барига Антарктиды. Пытался, кстати, в то время построить первую антарктическую базу, но немножко они там со льдами перепутали, и у них база откололась, в общем, уплыла. Пришлось им эту базу сворачивать. А теперь давайте с вами разберемся еще в одной интересной вещи. Кто-нибудь из вас видел, как выглядит Антарктида безо льда? Видели, да. Исследования эти современные есть. Вот если мы с вами вспомним, то вот здесь вот, вот здесь вот, вот тут вот, находится, скажем так, заливчик, ну, непрофессиональным языком. То есть вот здесь вот, скажем так, достаточно большие глубины. Вот именно тут вот. В принципе, недалеко немцам было сюда плыть. А теперь вспомним. Вот по интернету сейчас гуляет вот такая забавная фотография. Видели, наверное? Спорят, есть ли пирамида в Антарктиде? Нет, есть пирамида в Антарктиде. Знаете, вот честно говоря, вот как прагматичный журналист не верил, думал в фейк. Потом вот реально нашел координаты, действительно стоит пирамида. Причем там некая экспедиция то ли шведов, то ли немцев. Лет 8 назад ее сфотографировали с разных ракурсов. Пирамида стоит, да, действительно, там вот эта пирамидальная структура есть. А находится она примерно вот здесь вот. Вот тут вот. А теперь посмотрим на Антарктиду без льда. То есть если мы посмотрим, как выглядит этот континент, когда там не было оледенения, пирамида примерно вот здесь вот находится. То есть фактически здесь получается огромное море такое внутреннее. То есть да, вполне вероятно, здесь была какая-то береговая линия с городами. А теперь давайте вспомним. Так куда могли на самом деле плавать немцы? Плавали ли они именно в полую землю? А может быть они плавали совершенно не в полую землю, но действительно проходя под льдами, вот под этими льдами, вот здесь вот. Посмотрите, здесь очень хороший такой пролив, образованный таянием ледников. Может быть действительно эта лоция показывает вот именно вот данный проход, действительно к древнему городу богов. А теперь давайте вспомним. В 12-14 годах у Фильшнера откололась его база. Почему она откололась? Да потому что на тот момент Антарктида уже начинала таять. То есть вот в этой области, и это, кстати, подъезжает современное исследование, началось не просто таяние ледника снизу, а обнажение вот того реального скального рельефа, который существовал десятки и сотни тысяч лет назад. То есть немцы могли найти проход совершенно не в полую землю, и они могли найти вот здесь вот именно вытаившие древние города, вот тех богов, о которых мы могли рассказывать на самом деле тибетцы. То есть лоция реальная, просто немцы немножко похулиганили. Почему похулиганили? Ну, немножко просто, скажем, дезинформировали для того, чтобы вся эта информация оказалась абсурдной. Потому что, ну, когда вам говорят, что, извините, мы поплыли в полую землю, сразу возникает вопрос, ребята, ну, как-то все это похоже на сказку. И вот мне кажется, и вот я впервые сегодня эту версию озвучиваю, что на самом деле немцы-то вот плавали вот именно в эту область, где как раз находится пирамида. То есть наверняка они нашли там какие-то подземные полости, связанные вот с теми древними городами, которые в Антарктиде существовали на тот момент. Ну, не на тот момент, а давным-давно. Да, ну вот, да, вот, пожалуйста, вот так Антарктида выглядит. Вот пирамида здесь стоит, то есть спокойно можно сюда проплыть, если там что-то вытаило, можно это исследовать. Не просто исследовать, а сделать там действительно защищенную базу, как говорил Дениц, мы нашли для нашего фюрера, в 43-м году, по-моему, сказал, великолепное укрытие, защищенное там от всех ветров, от всех непогод и вообще неприступную крепость. Ну, вот так как раз самая Лоция. То есть, да, действительно, они поднырнули. И, кстати, если мы вернемся назад, вот глубина здесь как раз примерно соответствует 500-600 метров, если мы в этой цветовой гистограмме посмотрим, что соответствует, да, примерно вот этой Лоции. Поднырнули, поплыли не в полую землю, поплыли вот по тем протокам, которые существовали к материку, и нашли города богов. Ну, вот сейчас в интернете вот такие еще непонятные карты появляют, но это фейки уже. Если вам будут говорить, что это что-то древнее, а на Нербовской, это на самом деле уже ребята развлекаются. Карт на самом деле очень много. Это вот мы специально сфотографировали, что это вот не одна карта, я их штук 30 в руках держал в свое время. Ну, и вот еще раз вам показываю в завершении, то есть вот так вот реально выглядит Антарктида, вот тут у нас идет материковый лед, пирамида находится примерно вот здесь, и вот с разных лакрусов ее фотографиями. То есть исследования сейчас только начинаются, будем искать, смотреть. Ну и скорее всего, все-таки, еще раз повторюсь, немцы нашли не подземные какие-то полости внутри земли, а нашли вполне реальные города богов, которые находились в Антарктиде. Вопросы? Тут гиперборея, да? Нет, гиперборея в другом месте. Про гиперборею, если Александр разрешит, у меня друг будет вам рассказывать на следующий день. То, что вы сейчас сказали, я написал в книге свои новое следствие по делу Водольфа Гесса. Немцы действительно туда, только они поднырнули не под Москву. Известно, что из-под льда вытекают реки. Естественно, да, это известно. И они попали в эту реку. Причем, как они ее нашли, подводная лодка, идущая в надводном положении, потеряла ход. И это явление называется мертвая вода, параллервники-то знают. Когда впадает большая река, вода сразу пресна, сразу не растворяя, не перемешивает. И вот тут происходит потеря мощности винтов. Из-за того, что плотность воды другая... Запомните, что в древности очень многие города располагались по берегам. Ну, у нас тут, собственно, так и получается. Они там что-то могли найти? Так, ну, вопросов два, три. Да, ну давайте. Значит, здесь остров Регина. Есть. Есть испытанный ракет. И вдруг Витлер запретил. Оказалось, что он боялся, ну, в полцепии свечи, что вот эта внутренняя полость земли стеркнила. То есть, ваша версия, это ваша версия. Они работали с этим серьезно. Причем, они работали из-за экстрасенсов. У них же полно было специалисты. Они с методействами были связаны и так далее. Как-то ребята... Ну, это можно отдельно рассказать. Про общество в РИЛ, про Марию Орсик. Это можно отдельную тему. Это тоже прекрасно знаем. Мы с этими документами работали. Но канал-то есть. Ну, мы сейчас немножко ведь не про экстрасенсов говорим, а о вполне конкретной информации, в вполне конкретном месте, которое было найдено. Потому что у меня 15 минут. Дорогие друзья, еще вопросы есть? Давайте увеличим. Ну, вопросы, если есть, давайте. Задавайте вопросы, пожалуйста. Если нет, тогда... Ну, пожалуйста, да. А по вопросу мне сейчас, вот, присутствующий Николай, не можете рассказать, сколько происходений его прослеживали, вот, как поставить эти главные документы? А вы знаете, я вам отвечу на один простой опрос. Я очень увлекаюсь фотошопом, и вечерами эти документы рисую на компьютере. Это в шутку я тебе отвечаю. Ну, а серьезные, если я имею возможность показывать, значит, можно их посмотреть. Но источник, давайте про источники не будем. У нас у каждого свои источники информации. Этих входов, вы знаете, очень много. У нас на Урале, по крайней мере, два подземных города уже построены. У меня построили-то одно, а в том, что уже есть тоннель. Это есть, и древние тоннели есть. Я вот буквально, опять мы сейчас немножко в сторону уходим. Сейчас общаюсь с коллегами с Крыма, с горниками. У них там на глубинах полутора тысячи метров очень интересное явление происходит. Вот буквально обещали мне в течение месяца записать шумы. У них там в 12-24 часа происходит какая-то непонятная активность. На глубине полутора тысячи метров в течение 30 секунд раздается звук идущего поезда. То есть, как будто там метро. Ни военных объектов, ничего там рядом нет. Причем звук такой, что аж вибрирует. Тудум-тудум, тудум-тудум, тудум-тудум. Он причастен тоже, он причастен. Так что все это существует, но эта тема совершенно другая. Я не забраковал версию полой земли. Я сказал, что это один из вариантов, куда реально могли приплыть немцы на тот момент. Они приплыли именно подо льдом, вот по как раз этим оттаившим рекам, потому что уже климат начал изменяться, появились протоки и полости подо льдом. Приплыли именно на тот материк, который начал таять, на материк Антарктиду, где могли найти действительно древние какие-то артефакты. Вот у нас о чем речь. Но раз возникают все-таки вопросы о полной земле, сразу как физик, что больше такой дуре никто не говорит. Так, скажите, пожалуйста, как будет выдерживать потолок все нагрузки, которые возникли? Потому что, конечно, слоя потолка до поверхности земли не меньше 20-30 километров, но давайте, посчитаем, нагрузки на метр квадратной площади потолка. Вот именно поэтому меня версия всегда это и смущала. Есть более простые объяснения, которые лежат на поверхности. Уважаемые друзья, еще один вопрос. Фотографию, которую вы показывали, там есть фамилии, есть кто был. И звонили. Известна судьба после 45-го года тех людей, которые были на этой фотографии. Вы знаете, вот сейчас начинаем их искать. Есть определенные сложности. Сейчас вот с коллегами из Германии связаны. Кстати, насколько я знаю, никого. Тишина. Никого. И концов пока нет. Но вот пытаемся найти, потому что там даже звание указано. То есть, в принципе, найти можно. Есть наверняка какие-то специалисты, которые занимаются в Германии, это история. Просто у нас таких материалов крайне сложно найти. Если начинаешь по-простому с Википедии, то есть пытаешься, потому что, ну, когда там, как минимум полковник, и, грубо говоря, в нашем звании генерал-майор, какая-то информация, в любом случае, должна в интернете быть. И вы знаете, в той же книжечке, что вы показывали, там же сказано, что вы не вернетесь. Естественно, естественно. Там есть такое. Потому что книжка уже описана, вторая попытка. Извините, сейчас у нас еще лекторы есть, давайте не будем злоупотреблять. Хорошо. Спасибо. Спасибо.